Мы приехали сегодня сюда, в павильон номер 72. Это магазин Форсаж. И он располагается на торговых рядах на автомобилистов. С одной единственной целью. Дело-то в чем заключается, я часто это вижу. Я езжу в Турцию, да? И я вижу в Турции замечательные масла Лукоил. И все нормальные масла там заправляются. То есть мы не просто заправляем машину маслом Лукоил. Кроме всего прочего, там мы еще гадом заправляем. Естественно, суперовские масла. Так вот, Лукоил, как и Роснефть, это два великих российских производителя. И цена-то, цена-то небольшая. Давайте зайдем и посмотрим, какова эта цена. Про ушики слышали? Про протирку для ушей. Это когда в ваши уши втирают мега-вонючка типа лкаспицы. Не лейте отечественное, лейте фирму. Так вот, в нашей области кризис закончился. И вы посмотрите на эти дивные ценники. А затем залезьте в интернет и поймите, что наши масла ничуть не хуже забугорных. Но вот цена. Так что нафиг забугор, льем Лукоил. До действительности. И мы не собираемся приватизировать Лукоил. Потому что Лукоил работает так же на россиян. Лукоила в действительности много. Все заправочные баки самолетов везде написан Лукоил. То есть понять-то надо. Если Лукоил делает супер топливо, то какие же у него масла? Что бы касалось вашей необходимости заправлять ваши машины маслами? Сейчас расскажу маленький-маленький такой нюанс. Дело-то в чем заключается? Я очень давно езжу на американских машинах. И там написано на лючке бензобака, долейте уровень масла. То есть в американских машинах необходимо вам масло менять каждые 5000 километров. То есть 3000 миль. И ваш двигатель будет работать очень-очень-очень-очень долго. Поэтому абсолютно не парьтесь. Заливайте себе нормальные масла, купленные здесь. И цена вам просто очень недорого. Итак, понятен результат. У нас Роснефть и Лукоил. Кстати, это крупнейшие поставщики ракетного топлива для самолетов. Ну и чтобы стало еще понятнее. Мы летаем и летаем круто на нашей нефтянке. Как и то, что и льем в двигатель. И забиваем на тех, кто нам втирает. Только меняем масла, как я вам сказал. И еще про Роснефть. Опять доведем до вашего сведения. Что мы занимаемся и очень хорошо. И надо понимать, что и наши машины-то тоже классненькие. Как и Роснефть. Все, что было, теперь принадлежит Роснефти. Замечательные новые заводы и замечательные масла. Кстати, Роснефть заливаются все нормальные автомобили. И Порш, и Феррари, и все остальные. Поэтому, ребят, ну вам судить. Либо платить за масла с бешеной деньги, либо купить себе 4 литра 800 рублей. Ну, кстати, можно и подешевле кое-что себе взять. Это, я тебе сказал, полусинтестическое трансмиссионное масло. А минеральное масло вообще 350 рублей. Ну да, 350 рублей или в 10 раз дороже. Поменяйте чаще, и двигатель будет лучше, чем на забугорной фигне. Кое-где-то разбодяжили. Кстати, здесь в Форсаже вы можете купить и недорогие резину, и диски, и многое другое. Подарочные наборы и все остальное. И вам это предлагает магазин Форсаж. Кроме всего прочего, сейчас расскажу. Просто посмотрел. Посмотрите внимательно. Вот это называется видеорегистратор с антирадаром. Цена опроса 2500 рублей. То есть это и видеорегистратор, и антирадар. Очень нужная схема. И очень нужная приспособа для нашего движения. Я так понимаю, что вам нету интереса в Магнитогорск ехать, правильно? Да нет, конечно, рядышком. Все есть, все. Ну и понятен результат, да? Ехать в Магнитогорск, кормить там людей, которые... У них аренда у каждого, да? Зачем это делать? Да. А здесь дешевле? Здесь дешевле, удобнее. И честно говоря, всем надо сюда приехать, правильно? Желательно. А вот этот разговор был в другом месте. В Агаповке. И это был результат. Здесь вообще стало ясно. Место, где все дешевле, чем в городе. Во-первых, нет душесчипательной аренды. Во-вторых, такое странное ощущение, что здесь ведется бизнес, причем без дивной наценки. В-третьих, мы нашли то место, где масло дешевле, чем в городе. Самое забавное, что это, пожалуй, единственный магазин, который работает с программой Автостоп. Представляете, в городе Магнитогорске очень много-много-много-много-много магазинов. Но везде, где эти дивные магазины, никто не работает с нами. Понятия не имею, почему. Поэтому мы поехали в Агаповку. И теперь вы должны понять, что такое нормальный магазин. Вот это все, что за моей спиной. По сути, за исключением того, что вы можете собрать по запчастям кузов, здесь все есть. То есть, все, что угодно для любой машины в том числе. Но цена, цена дешевле. По одной простой причине. Человек не влетает в нашу дивную аренду. Понимаете, да? В Магнитогорске в аренду. И у вас эта аренда, во-первых, она на вас будет. Потому что хозяин тоже ничего не делает. Вы платите аренду. А здесь такого-то и нет. Вот и все. Что касаемо цен. Ну, цены здесь нормальные. И они еще и дешевле. Говорить о том, что бесплатно нет. Придите, посмотрите. Но, как люди говорят, и они говорят, что, ребят, а зачем вам куда-то ехать, когда есть все в Агаповке? Кстати, и для тех, кто посещает сюда и может сюда приехать, вам тоже вариант. Прийти, посмотрите. Я так понимаю, вы живете в Наровчатке. Потому что мы Наровчатовский лимонарий снимаем. Хорошее место. Ну, хорошее. Есть ли вам смысл ехать в город Магнитогорск за тем, чтобы купить себе масло? Зачем мне туда, когда я рядом тут проехал, взял дейти? А можем ли мы говорить горожанинам? Приедьте сюда и возьмите масло дешевле, чем в городе Магнитогорске. Ну, я не знаю, если здесь дешевле. Дешевле. Дешевле, чем в городе. Причем, вы сразу поймете, где это делается. А место-то классное. Агаповский авторынок. И вот я так и понимаю, что надо работать в одном месте, где есть буквально все. Ну, и гордость за наш автопром. И опять же, про масла. То, что льется в большинство двигателей здесь по вполне нормальной отечественной цене. Заливай и катайся. Да и не смотрите вы нас, уважаемые господа магнитогорцы. Потому что для нас есть Агаповка, Фершампенуаз, ну и, естественно, магнитогорск. Не смотрите нашу передачу, господа продавцы автомобильных масел. Не смотрите нас, те, кто продают автомобильные колеса. Не смотрите нас, потому что... Да и не смотрите нас вообще, потому что нас здесь ждут. Представляете, мы приезжаем и делаем вам замечательные сюжеты. И сейчас еще и в Наровчатку съездим, потому что... А, мы, кстати, вот в Наровчатке находимся. Мы в Нагайбак сейчас скоро съездим. И покажу вам то, как... Прямо на селе живут нормальные люди, при этом ценники недорогие. А где это... Вот одно из тех мест, где мы сейчас делаем, это Агаповский районный рынок. Магазин Форсаж. И вот как-то так и получается. Мы прямо рядышком с городом. И такой результат. Эй, вы, человеки! Ну спросите, сколько доехать до Агаповки? Литр бензина. То есть 30 рублей. Цена на масла в некоторых случаях 1500, а то и больше. Масла и фильтра есть здесь. И не по дивной магнитогорской цене. Да и все, что ломается, тоже есть прямо здесь. И что вам сложно за литр бензина доехать и купить, а? Мне нет. И мы сюда приехали для того, чтобы вам показать и еще кое-что. Это, естественно, самые дешевые шины. На 13,350. Вот они. Понятно, да? Вам какие должны быть колеса? Должны быть круглые. Так вот, круглые колеса здесь и есть. Кама. Чем ли это не вариант? И еще, что за моей спиной? Мы где находимся? Мы находимся в райцентре Фершампенуа с Нагайбакского района. Так вот, для того, чтобы здесь спокойно слушать замечательную музыку, вам необходимо купить себе магнитолу. Цена вопроса 900 рублей. И она все читает. И флешки, и USB-шки, и все остальное. Так нормальненько, да? К слову о звуке. Немногим дано, но тем, кому это дано, и можно из любого компакт-плеера извлечь нормальный результат. Да и по сути, понять-то надо. Зимняя резина, честно, вся одинаковая. Не езжай больше того, что нужно. И колеса могут прослужить и не только тебе. Лето тоже. Наш автопром делает то же, что и бриджики. И по сути, немного колес делаются не в рашке. То есть не гонитесь за ценой. Поверьте, качество не в цене. И вот мы приехали в село Фершампенуа с Нагайбахского района. Потому что нас и здесь тоже смотрят. Потому что здесь тоже понимают, где можно купить дешевые запасные части. А где дешевые запасные части? Естественно, в магазине Форсаж, который располагается на пересечении переулка Пионерский и улицы Труда. Что это такое? Да то же самое, что и в Агаповке. То же самое, что и в Магнитогорске. Цены нижайшие. Поэтому приходите, посмотрите. Спасибо.